Друзья, всем большой привет! Вы смотрите телеканал Тольятти 24. Это программа ProSport и я ее ведущий Иван Шумилин. И сегодня мы в гостях у футбольного клуба «Акрон» и я буду беседовать с человеком, который, по моему мнению, поменял профессию футбольного тренера на волшебника. Рядом со мной главный тренер команды «Акрон» Евгений Калешин. Евгений Игоревич, спасибо огромное, что согласились пообщаться. Ну и первый вопрос. Вы за то время, которое прошло с матчей «Торпеда», «Локомотив» смогли осознать масштаб, счастье, невероятного успеха, которого добились свои команды в полуфинале «Пути регионов». Ну я так не отношусь к этому, потому что это никакой не успех. Это как бы такой промежуточный этап. Да, серьезная работа проделана командой, но сейчас формат кубка такой, что еще остается 3-4 матча нужно выиграть, чтобы попасть в финал. Но он намного сильно усложнился, достижение трофея именно в этом году, в этом сезоне. Поэтому пока промежуточные итоги, да, они радуют болельщиков, радует клуб, потому что это новые вехи в истории клуба. Но глобально очень далеко еще до трофея. А как бы просто хорошо выступить и остановиться, ну как бы это все так могут сделать. То есть в конце посмотрим, где нас застанет, на какой стадии мы сможем остановиться и потом уже подведем эти итоги. Хочу тогда обратиться к матчу против «Торпеда», который был, да. Это первая игра после зимней паузы. Серьезный соперник, команда премьер-лиги. Как настраивались на этого соперника, как разбирали, какие были у московской команды слабые места, по вашему мнению, и за счет чего удалось победить в итоге? Ну мы с этой командой находились две недели на сборах в одном отеле. Смотрели практически каждую тренировку соперника, и матчи смотрели, и, естественно, предполагали, можно сказать, досконально, каким образом будет действовать соперник. Ну, соответственно, и торпедовцы видели, и тренерский штаб видел нашу работу, видел наши матчи, и, наверное, мы уже не были непредсказуемы друг для друга. Здесь очень важен был, мне кажется, психологический и ментальный подход, вернуться в чемпионат, в режим интенсивной игры. И нам очень повезло, я уже говорил об этом, что мы на заключенном этапе сыграли с командой премьер-лиги в Сочи. Нам показали, какой уровень премьер-лиги, скорость, интенсивность, какая нужна для того, чтобы добиться результата в очном противостоянии. Естественно, что нельзя сравнивать с соперником разные стратегии, разные уровни игроков. Мне кажется, что мы так уверенно прошли торпеда. То есть по игре мы были до удаления, мне кажется, сильнее, и потом мы проанализировали. Сейчас я могу сказать уверенно, мы проанализировали матчи, и по всем показателям мы были лучше соперника. Если вот еще пока остановиться на матче с торпеда, после этой встречи главный тренер торпеда на тот еще момент до расторжения контракта Талалаев сказал, мы ошиблись с выбором стартового состава, посмотрели на погоду, подумали, что будет холодно слишком, снег пойдет, поэтому поменяли состав и просели в центре поля. На какие вы нюансы обращали внимание во время подготовки к торпеда, в выборе своего состава, смотрели на погоду, на соперника, на что-то еще? Ну, естественно, что это все влияет. Мы вернулись за два дня до матча из теплой страны, где было там почти 18-17 градусов тепла. Здесь минусовая температура была, мы два дня на адаптировались. Переход с естественного газона на искусственный, это тоже влияет. Вот мы даже немножко не ожидали, что торпеда выберет такое пассивное начало. Нам это облегчило задачу. Мы готовились к более серьезному давлению на нас и нам, в принципе, в первом тайме удавалось легко проходить прессинг соперника. И мы создали несколько моментов, создали. Вот естественно, что влияет там ВАР, он немножко влияет на настроение команды. В этот раз, именно в матче с торпедо, он на нашей стороне был. Ну, поэтому, естественно, ты готовишься к одному, но соперник тоже в это время готовится. И, наверное, раз главный тренер признал свою ошибку, что, может быть, не очень агрессивно начали, наверное, это тоже повлияло на их игру, на качество их игры. Как на локомотив вы настраивали парней? Потому что со стороны показалось, не было ни капли испуга и сомнения у футболистов Акрона в своих силах. Вышли и играли в свой футбол. Ну, так и было. Это наша цель. Привить команде такой победный менталитет. В футболе, наверное, страх не лучший союзник, а наоборот, как бы нужно идти на страх. То, что ты боишься, нужно идти к этому напрягать, постараться, чтобы в твоей психологии зародилась уверенность. А это зависит от командной работы. То есть это не с неба падает уверенность, и она подкрепляется работой. То есть футболисты чувствуют, какой объем тренировочной работы был выполнен, детализация всего. И мы понимали, что соперник сейчас находится не в лучшем состоянии. Смена тренера. То есть мы просто чисто даже, как коллектив, вместе находились больше. Тренерский штаб, игроки. Мы больше успели игрокам объяснить, больше каких-то вещей обучить. Естественно, это было наше преимущество. Команда дольше вместе, у них большие изменения были в составе. Там добавились некоторые новые игроки из крыльев. И это влияет очень сильно на коммуникацию команды, на их взаимодействие. И здесь, я думаю, мы тоже имели преимущество. Небольшое, но имели. Плюс домашний стадион, поддержка болельщиков, искусственный газон. Эти маленькие детали, они определяют ход поединка. Да, первый тайм был за нами, второй соперник перевернул. Но даже по цифрам, по всему, мы не уступили этот матч. Да, пенальти, это иногда лотерея, иногда, но это тоже мастерство. И вратарское. Да, Серега один пенальти отбил, один заставил ошибиться. А наши ребята практически все пробили точно и уверенно. Вас удивил тот момент, когда Акрон открывает счет, шикарные комбинации, передачи, завершения. Мы ведем в счете, а Локомотив как будто был не в своей тарелке, не понимал, что им делать. И было ощущение, что это Акрон, команда премьер лиги, а Локомотив второй лиги. Мы готовились, мы знали уровень соперника, понимали, какие у них есть сильные качества. Нам нужно было разрушать начало атаки соперника, чтобы они постоянно находились под давлением. И это как бы удачно у нас получалось, особенно первый тайм. А соперник наоборот, он не мог справиться с нашим преимуществом в начальной стадии атаки. У нас братарь участвовал в розыгрыше мяча. Он постоянно как бы был лишним, и мы хорошо использовали его. Как бы так играл его. Ну, в такое русло перетекло, что мы смогли как бы доминировать в первом тайме. И мы очень рады. Поэтому нам во втором тайме не удалось поддержать нужный ритм. Не удалось как бы давить на соперника с нужной интенсивностью, чтобы он как бы прижался к своим воротам. Естественно, что и может быть счет. Команда как бы только находится в стадии становления именно в таком доминирующем футболе. И психология доминирующая. То есть она иногда вызывает, что ты начинаешь защищать результат, но слишком рано. И соперник переломил ход матча, смог забить и еще мог забить. Но в конце уже была открытая игра, никто не хотел доводить до пенальти. И матч мог качнуться и в нашу сторону, и в сторону соперника. Поэтому там уже пенальти так получилось, что мы более точные были. Раз мы выиграли, значит мы более хладнокровные. И удача на нашей стороне была. Но еще одна важная деталь успеха Акрона – это домашние трибуны. Насколько вы чувствуете эту энергию, которую дают вам болельщики? Полные трибуны, заряжает фан-сектор. Насколько это сильно гонит вас вперед? Ну это вообще такая ненадуманная вещь – 12-й игрок. То есть мы хотели бы, чтобы за нас приходило как можно больше болельщиков. Переживали и болели, и как бы давили на соперника. Потому что арена, которая заполнена своими фанатами, болельщиками, она оказывает давление на соперника. И им очень сложно, когда попадаешь в атмосферу, где на 90 минут враждебную. То есть не каждый может это принять и выдержать. Некоторые игроки могут испытывать это чувство кожи своей, ощущать тревогу. Тревога вызывает у игроков не самые лучшие чувства. Это приводит к ошибкам. Поэтому очень важна поддержка болельщика, активная поддержка. Не просто когда сидят как в театре, а когда команду гонят, когда каждое действие переживается болельщиками. Игроки это чувствуют и получают с трибуны. Хозяева получают положительную энергию, гости получают давление. И вот здесь кто как может справляться. Безусловно, заряд колоссальный имеет. То есть когда мало болельщиков, ну и заряд трудно получить. Когда много болельщиков, когда они активны, они передают эту энергию. И все купаются в ней. Это очень важный фактор. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я желаю вам и вашей команде удачи. Будем смотреть, переживать за вас. Спасибо вам большое. И надеемся, что Акрон как можно дальше пройдет в Кубке России. Подарит всем любителям футбола. Это вот чувство радости за родную команду. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо.